Мы с вами продолжаем нашу работу по скульптуре, которую начали в прошлые четверти. Это наша большая тема, она же у нас итоговая, называется «Дети и животные». Мы с вами приступили к набору массы, и на сегодняшнем занятии наша задача больше нанести массы на наши фигурки, чтобы уже более или менее наша скульптура, наши фигуры из пластилина стали ближе к наброску, то есть уже более массивно задать фигуркам объем. Работаем аналогичным образом. Смотрим по нашему эскизу, как у нас идет фигура, и постепенно продолжаем наносить объем. Сначала так в общих чертах, затем уже постепенно мы будем переходить к детализации, сначала обобщенной, потом уже более такой тонкой, то есть работа, заключающейся на проработке мелких деталей. Усиливаем особенно стыки наши, вот изгибы все. Наша задача их сейчас максимально перекрыть, и уже затем лепить основной объем. Сейчас пока что работа по набору обобщенной массы довольно несложная, вы с этим уже сталкивались, работали, вот, но дальше нам предстоит поработать именно над детализацией, это будет немножко сложнее, чем по предыдущим темам нашим. Вот, но все это мы будем делать последовательно. Наносим массу. В старших курсах мы с вами фигуру уже будем делать более анатомичнее, более проработаннее, то есть уже столкнемся более подробно с пластической анатомией, но при всем при этом нам сейчас тоже уже надо работать, опираясь на все анатомические каноны, то есть соблюдать пропорции. Вот, но так как у нас немножко такая тема, она, учитывая, что затрагивает именно тематику, то есть называется «Дети и животные», и тут разные сказочные, мультипликационные персонажи, то немножко у нас фигура может быть кое-где утрированная. То есть в данный момент, повторюсь, как на моем рисунке, то есть некоторые пропорции, некоторые части тела, они могут представлять так называемую карикатурность или еще есть такое понятие, как шарж, когда, например, вот часто такой прием используют художники с таким как бы немножко юмористическим посылом, когда, например, берется человек с какой-нибудь выразительной внешностью, допустим, у него нос большой там или голова большая, или уши, и художник это подчеркивает. То есть в данный момент, вот в данной работе это тоже у вас в той или иной степени немножко может быть присуще. Но при этом все равно как бы мы основные моменты выдерживаем. То есть да, у нас как бы наш персонаж должен получиться выразительным, мы соблюдаем какие-то самые яркие детали, самые какие-то такие вот выходящие, привлекающие внимание детали, но при этом все равно как бы соблюдаем определенные нормы, чтобы дальше нам, соответственно, работать было проще. Вот перекрываем стыки, самое главное, суставы, вот чтобы нигде у вас таких вот не было швов, потому что чаще всего из них кое-где местами выглядывает проволока, стараемся полностью все перекрыть, чтобы у нас такая получилась цельная уже масса с вами. Постепенно мы уже тут будем переходить к складкам одежды, то есть у нас фигура одета и, соответственно, уже какие-то части тела будем делать с учетом объема одежды, то есть брюки, футболка, как мы это видим на рисунке. Так, перекрываем, вот таким вот образом продолжаем с вами работать. Главное, напоминаю, пройдите все стыки, вот чтобы у вас фигура уже максимально, объем максимально был цельный. И уже затем мы с вами перейдем к последующей детализации. И уже затем мы с вами будем переходить к последующей детали. вот у нас потихоньку прорисовывается фигурка сидячая вот у нас потихоньку прорисовывается фигурка сидячая вот наносим массу опять же повторюсь уже как бы потихоньку с учетом одежды то есть вот смотрим как нашего мальчика идут брюки вот этой фактуры придерживаемся то есть уже постепенно максимально передаем основную массу вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...